Лауреаты, победители и просто учителя, долг которых вырастить достойное поколение нашей страны. На сцене Самарской филармонии лучшие из лучших. За преданность профессии им вручают заслуженные награды в разных номинациях. В этом году в областном этапе конкурса принял участие 21 учитель из 13 образовательных округов региона, 7 педагогов из сельских школ и 14 из городских. В числе конкурсантов более половины – молодые учителя до 30 лет. Конкурс «Учитель года» по праву можно назвать конкурс бесконечных возможностей. Потому что он дает возможность раскрыться бесконечным учительским талантом, узнать много новых педагогических идей, познакомиться с очень умными и интересными людьми. Я желаю конкурсу процветания, а конкурсантам я желаю помнить, что любой финиш, даже самый счастливый, – это лишь предвестник очередного старта. Из общего числа участников члены жюри выбрали пять финалистов. Среди них учитель физкультуры Андрей Аверин, педагог русского языка и литературы Санья Айтасова, учителя начальных классов Алена Баранова и Валентина Конева, а также учитель математики Лариса Анаприенко. Финалисты проводили мастер-классы и принимали участие в круглом столе с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном, обсуждали проблемы современного образования и рассматривали инновационные методы их решения. Пятерку лучших педагогов со сцены Самарской филармонии поздравил губернатор региона Дмитрий Азаров. Каждый такой конкурс открывает новые имена удивительных, замечательных людей, которые не только приносят нам победы на всероссийском конкурсе, они делают гораздо больше, они создают будущее нашей страны, они являются маяками, ориентирами для всего профессионального сообщества. И сегодня победители конкурса, я уверен, станут настоящим примером для всего сообщества, станут достойными продолжателями дел своих наставников, своих учителей. И, конечно же, сделают все, как все мы, для того, чтобы у нашей страны было светлое будущее. Последние минуты перед оглашением победителя, заветный конверт, внутри которого имя лидера, доверен главе региона Дмитрию Азарову. Ну что ж, я от всей души поздравляю победителю Айтасову Сынею Ибрагимову. Учителем года стала педагог русского языка и литературы одной из самых современных школ региона образовательного центра «Южный город». В 2008 году Сынея Айтасова окончила Самарский педагогический университет, затем успешно защитила диссертацию и стала кандидатом филологических наук. Шесть лет назад решила передавать свои знания детям, выбрав путь учителя. Победа в конкурсе «Учитель года Самарской области-2022» позволит Сынее Ибрагимовне защищать честь региона на федеральном уровне. На меня возложена очень ответственная миссия. И я это осознавала с первого этапа. А сейчас понимаю, что необходимо это оправдать и показать на следующем этапе то, ради чего я пришла на этот конкурс. Лауреатам и победителям вручили дипломы, цветы и денежные премии. Но абсолютному лидеру «Учителю года-2022» достался новенький автомобиль. Традиционный приз для лидера педагогических состязаний в губернии. Ключи от машины Сынее Айтасовой вручил губернатор региона Дмитрий Азаров. Ольга Павлова, Константин Головин. События.